Надежда Георгиевна Бабкина – имя, которое давно стало синонимом народной песни и яркой индивидуальности. Она народная артистка России, обладательница множества премий и наград, основатель и бессменный руководитель вокального ансамбля «Русская песня», который уже более 40 лет радует публику своим творчеством. Надежда Бабкина – женщина с богатой биографией, которая не ограничивается только музыкальной карьерой. В этом году она отпраздновала свой 74-й день рождения, но продолжает активно гастролировать, ведет насыщенную личную жизнь и успешно сочетает творчество с воспитанием внуков. В 1974 году Надежда Бабкина вступила в брак с музыкантом Владимиром Заседателевым. В 1975 году у них родился сын Данила. Счастливый брак, казалось, обречен на долгую и счастливую жизнь, но в 1991 году Владимир влюбился в бэк-вокалистку группы «Льва Лещенко-Спектр». Развод с Надеждой Бабкиной был оформлен Владимиром самостоятельно. Она узнала о том, что осталась одна лишь тогда, когда увидела паспорт бывшего мужа. Развод был тяжелым испытанием, но Надежда Георгиевна не утратила силу духа и не закрылась от жизни. Она оставила Владимиру квартиру, дачу и взрослого сына, взяв с собой лишь две сумки с концертными костюмами. Данила Заседателев, сын Надежды Бабкиной, получил юридическое образование, стал кандидатом наук и управляет юридической фирмой в Москве. Он также служит звонарем в храме Спаса Нерукотворного. У Данилы трое детей – Георгия и внучки Вера и Марфа. До 2019 года все внуки носили фамилию Заседателевы, но позже взяли фамилию Бабкиной. Это показывает тесную связь между Надеждой Георгиевной и ее внуками, которые любят и уважают свою бабушку и называют ее просто Надя. Помимо брака с Владимиром Заседателевым в жизни Надежды Бабкиной были и другие яркие романтические истории. В 80-х годах за ней ухаживал певец Александр Розенбаум, который в то время был женат. Роман был недолгим, но оставил яркий след в жизни обоих артистов. С 1991 до 2003 года Надежда Георгиевна полностью сосредоточилась на своей карьере, не оставляя времени на личную жизнь. Все изменилось, когда она познакомилась с Евгением Гором. Евгений, более известный под сценическим псевдонимом Евгений Гор, познакомился с Надеждой Бабкиной в 2003 году в Саратове. В то время 23-летний студент Удмуртского университета и выпускник студии эстрадного вокала выступал вместе с группой после 11 на конкурсе молодых талантов, где Бабкина была членом жюри. Певица сразу приглянулся красивый молодой человек с прекрасным голосом. Увидела и аж сердце защемило, так страстно его захотелось. Рассказывала Надежда Георгиевна. Смелая и решительная Надя сначала испугалась неожиданно вспыхнувших чувств, но все же решилась сделать шаг навстречу судьбе. Она предложила талантливому парню попробовать свои силы в Москве. Некоторое время спустя Евгений действительно приехал в столицу и нашел Надежду. Своей энергией и обаянием Надежда быстро покорила молодого человека, и их деловые отношения переросли в страстный роман. В 2004 году на записи программы «Песни года» Евгений Гор и Надежда Бабкина впервые вышли в свет вместе. Поначалу многие приняли роман певицы с артистом, который по возрасту мог быть ее сыном, за пиар-ход. Однако, когда стало очевидно, что отношение между Гором и Бабкиной серьезной началась травля, молодого человека обвиняли в меркантильности и называли Альфонсом. Надежду считали вышившей из ума, влюбленные были готовы к таким оборотам событий и не обращали внимания на статьи, которые регулярно появлялись в желтой прессе. Надежда и Евгений жили каждый в своем доме, но иногда встречались, чтобы вместе отдохнуть, провести время и обсудить текущие дела. Их гостевой брак продолжался 20 лет, и в итоге творческие пути Нади и Жени разошлись. Евгений Гор обязан гражданской супруге многим. Артист является лауреатом международных и всероссийских конкурсов, также пишет стихи и музыку. В настоящее время Евгений Гор успешно занимается бизнесом, владея своим собственным свечным заводом. Продукция завода хорошо продается и обеспечивает владельцу приличный доход. Роман Надежды Бабкиной с Сергеем Рябовым стал предметом бурных обсуждений в светской хронике. После разрыва с Евгением Гором, который был ее партнером в течение 15 лет, Надежда Георгиевна быстро нашла нового спутника жизни. Однако реакция публики на этот союз оказалась неоднозначной. Если раньше поклонники с нетерпением ждали новостей о личной жизни артистки, то в этот раз их ожидания оказались омрачены очевидной разницей в возрасте между Надеждой и Сергеем. 74-летняя певица и 33-летний пиарщик – это не просто любовь, как в сказке, а смелый выбор, вызывающий множество вопросов. Сергей Рябов, уроженец Волгограда, в молодости мечтал о спортивной карьере. Он успешно занимался фигурным катанием, выступал в ледовых шоу, но, к сожалению, из-за серьезной травмы был вынужден покинуть большой спорт. Тогда-то Рябов и заинтересовался миром пиара и журналистики. Случайная встреча Сергея с Надеждой Бабкиной стала переломным моментом в его судьбе. В 2015 году, придя на собеседование в Театр русской песни на должность пиарщика, Рябов не ожидал, что будет работать с легендарной певицей. Он быстро освоился в новом коллективе, демонстрируя профессионализм и инициативность. Официальный роман с Бабкиной Сергеем не подтверждал, но все более частые публикации в прессе о новом фаворите Надежды Георгиевны лишь подтверждали слухи о любви. В 2022 году, по данным близкого окружения певицы, Надежда Бабкина приобрела в элитном районе Москвы на проспекте Мира квартиру и отдала ее в подарок Сергею. Стоимость этой недвижимости оценивалась в 47 миллионов рублей, еще 10 миллионов были потрачены на ремонт. Отсутствие реакции Бабкиной на финансовый кризис, в результате которого зарплата Сергея была снижена, привело к тому, что он подал заявление об увольнении. Однако Надежда Георгиевна быстро реагировала на ситуацию, повысила зарплату Рябову и поручила ему финансовые вопросы театра. В результате Сергей вернулся на работу. Сейчас Сергей Рябов является не только рекламщиком Надежды Бабкиной, но и заместителем директора театра «Русская песня». По словам близких к певице людей, Надежда Георгиевна просто сияет рядом с Сергеем и выглядит моложе своих лет. О том, что Надежда Бабкина и Сергей Рябов просто не могут жить друг без друга, свидетельствуют и последние события. В ноябре 2023 года певица и ее возлюбленные отправились в отпуск на Мальдивы, где отдыхали в роскошном отеле. В конце года Надежда Георгиевна и Сергей Рябов оказались в центре скандала, связанного с увольнением актрисы театра «Русская песня» Елены Прокловой. Проклова обвинила Бабкину в том, что она уволила ее из-за ее критических высказываний в адрес театра. Бабкина опровергла обвинение, заявив, что Проклова уволена по собственному желанию. Однако источники, близкие к театру, утверждают, что Проклова была уволена после того, как она выразила несогласие с политикой Бабкиной. В результате скандала с увольнением Прокловой в адрес Надежды Бабкиной посыпались осуждения и критика. Многие обвинили ее в непрофессионализме, бессердечии и даже в тирании. Несмотря на критику, Надежда Бабкина не сдается. Она продолжает строить свою карьеру и свою личную жизнь. Роман с Сергеем Рябовым остается одним из самых интригующих событий в ее биографии. И только время покажет, насколько крепким окажется их союз. В 74 года певице Надежде Бабкиной важно нравиться не только себе и своим поклонникам, но и привлекать внимание молодых мужчин. Певица откровенно признает, что неоднократно обращалась к пластическим хирургам. Она перенесла множество операций, включая круговую подтяжку лица и блефаропластику. Однако многие люди начали ее осуждать за это. Несмотря на критику, Надежда Георгиевна продолжает следить за своей внешностью и поддерживать молодость. Она не скрывает, что результатами хирургического вмешательства довольны и считает их важной частью своей публичной жизни. Весь Запад живет на пластике, а у нас просто какое-то дикое общество. Обязательно надо по этому поводу судить-рядить, говорит Бабкина. Чтобы удерживать молодых женихов, конечно, нужно усиленно следить за собой, чем Бабкина и занимается. Недавно вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина, тоже сделала очередную пластическую операцию, которую многие посчитали неудачной. Субтитры создавал DimaTorzok